Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. Смотрите сегодня в программе. Актуальная информация об эпидемиологической ситуации в Десногорске. 40% из сегодняшних выявляемых положительных случаев бессимптомные и с лёгким течением. Человек может даже не знать, что он заражён. Десногорцев призвали беречь себя. Обращение представителя службы ГОИЧС. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. О эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, сегодняшнюю нашу беседу хотелось бы построить в несколько другом формате. Я хочу обратиться к жителям города и объяснить, что ситуация в нашем городе, в отличие от Москвы и московского региона, далеко не лучшая. Очень рано сняты ограничительные мероприятия. Если в Москве заболеваемость пошла на спад, в нашем городе и вообще в регионе, в Смоленской области, заболеваемость находится на самом пике. В соседних районах, Росфорске, больше 250 случаев. В самом Смоленске высокая заболеваемость. По Смоленской области более 3,5 тысяч положительных случаев в ковид. В городах наших соседних, в Обниске, более 800 случаев. В Курчатове высокая заболеваемость. То есть обстановка остается очень напряженной. По данным Роспотребнадзора в Смоленской области, в городе Десногорске, на сегодняшний день, 11 июня, зарегистрировано 98 случаев положительных новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день еще порядка 150 анализов находятся в лабораториях Москвы и Смоленска. В ближайший день-два мы ожидаем поступления результатов. Как правило, наибольший контакт и заражение происходит или на рабочем месте в коллективах. Прошлая неделя нам дала очень много примеров. Я не буду сейчас детализировать, в каких предприятиях зарегистрированы очаги инфекции. Но я думаю, что жители города уже знают. Вторая возможность заразиться – это в семейном очаге. И, как правило, появляется один зараженный член семьи, вокруг него 3-4-5 случаев заражаются все близкие ему люди. И третий – это общественные места. В основном магазины, куда люди ежедневно должны выходить. Поэтому еще раз прошу вас при посещении общественных мест одевать маски, пользоваться ими и делать замечания людям, которые не соблюдают эти правила. Прошу вас также соблюдать социальную дистанцию. В эти выходные многие будут отмечать праздник или выходные на природе. Запретить, к сожалению, мы не можем этого сделать. Но хотя бы общаясь между собой, соблюдайте 1,5-2 метра и старайтесь не приближаться друг к другу. 40% из сегодняшних выявляемых положительных случаев бессимптомные и с легким течением. Человек может даже не знать, что он заражен. Поэтому прошу вас еще раз отнестись к этим элементарным вещам с полной серьезностью. Благодарю за внимание. Будьте здоровы. В Смоленске 10 июня был побит 20-летний температурный рекорд по этой дате. Было зафиксировано плюс 30,4 градуса по Цельсию. Аналогичная жара и в Десногорске. Многие горожане проводят теплые дни у воды, забыв о действующем эпидемиологическом режиме. Уважаемые десногорцы, напоминаю вам, что на территории муниципального образования, согласно указу губернатора Смоленской области, продлен режим повышенной готовности до 15 июня включительно. Из-за угрозы распространения коронавируса и возбежания массовой заражения инфекцией, городской пляж Деснай закрыт до особого распоряжения. Нарушая запрет и посещая городской пляж в период ограничительных мероприятий, вы подвергаете свою жизнь и здоровье опасности. На территории городского пляжа не разрешено находиться в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки, выгуливать и купать собак, курить в неотведенных для этого местах, а также мусорить. Напоминаю вам, что территория городского пляжа является водоохранной зоной, поэтому в границах городского пляжа запрещается движение и стоянка транспортных средств. Уважаемая Десногорская, выявить факты нарушений на пляже позволяет система видеонаблюдения. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Убедительно прошу вас не посещать городской пляж и не купаться до снятия ограничительных мероприятий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите передачу «Искры Камина» на телеканале Десна ТВ каждую пятницу в 20.00. На сегодня это все новости. Оставайтесь в компании телеканала Десна ТВ и будьте здоровы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова